Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. У нас вновь с вами путешествие одного дня. Сегодня я покажу вам замечательный городок Урвието, который находится в регионе Умбрия. В этом году мы были в отпуске в регионе Умбрия, и я показывала вам город Осизи, где родился и умер святой Франциск, Спелу, город искусства и цветов, и Перуджу, город поцелуев и студентов. Отпуск давно закончился, но я продолжаю путешествовать по Умбрии и открываю для себя новые места. Это видео будет интересно тем, кто любит Италию, и полезно тем, кто планирует поездку. Если вы будете в Риме больше, чем три дня, то один день можно выделить для поездки в один из понравившихся вам городков, который находится, например, в полутора часах езды от Рима. В городок Урвието можно добраться с разных вокзалов Рима. Я всегда выезжаю с вокзала Термени. Есть прямые поезда и с пересадками. Цена билета в одну сторону стоит 8 евро 40 чентезимов. Время в пути – час 20. Оно пролетает незаметно. Урвието известен как город на скале. Он находится на туфовой скале 325 метров над уровнем моря. И чтобы подняться туда, надо воспользоваться фуникулером. Фуникулер – это так называемая горная железная дорога. Под крутым углом 45 градусов и всего за пару минут поднимет всех желающих город из двухтысячелетней истории. Часть пути проходит в туннеле, выкопанном скале для сокращения времени подъема. Вагоны ходят каждые 10 минут. Цена билета чуть больше евро. Несмотря на то, что город небольшой, достопримечательностей здесь очень много. Список состоит из 35 пунктов. В него входит кафедральный собор, дворцы, башни, колодцы, крепость, некрополь, театр, церкви, разнообразные мастерские и даже винные погреба. Для одного дня пребывания список можно сократить. Ну а те, кто планирует провести отпуск в Умбрии, я советую задержаться здесь хотя бы на пару дней. Главным украшением Урвието является его великолепный кафедральный собор. Но даже если бы его не было, с первых шагов город захватывает и не отпускает. Можно бродить по нему часами. Поднявшись на фуникулере, мы попадаем в старинную часть города и сразу же погружаемся в атмосферу, которая поразит любого. Этот средневековый городок – отголосок далекого времени. В нем интересна не только историческая часть города, но и подземная. Вас ждет сегодня удивительная прогулка, после которой вы влюбитесь в этот городок и захотите сюда приехать. Главной туристической достопримечательностью Урвието является кафедральный собор. Поразительная церковь с необычным фасадом. Этот собор очень сильно отличается от того, что мы привыкли видеть. Мы привыкли заходить в собор и рассматривать его внутри. А этот собор как будто выставил свое убранство наружу. И невозможно пройти мимо не потому, что он такой огромный, а потому что хочется рассмотреть каждую деталь и понять ее смысл. Окно Роза. В его центре помещена голова Спасителя. В нишах вокруг окна очень много скульптур. По бокам там, где по две скульптуры в нише, находятся 12 пророков. Вверху в нишах в форме раковин над окном статуи 12 апостолов. Четыре пилястра между порталами украшены барельефами тонкой резьбы. И над каждым пилястром символы четырех евангелистов. Ангел – символ святого Матфея. Лев – символ святого Марка. Орел – символ святого Иоанна. И крылатый бык – символ святого Луки. На барельефах представлена судьба человека от начала и до конца его жизни. На первом пилястре слева изображены сцены, рассказывающие историю первых шести дней творения. Историю жизни Адама и Евы в раю, грехопадения, изгнания из рая. Все сцены изображены как бы на ветвях дерева. И читать их надо снизу вверх и слева направо. На втором пилястре изображены сцены генеалогического древа Христа. На третьем пилястре – истории Нового Завета. Благовещение, Рождество Христово, поклонение волхвов, бегство в Египет, избиение младенцев. На четвертом пилястре – сцены Страшного Суда. Воскрешение мертвых, наказание грешников и шествие праведных в рай. Оформление кафедрального собора можно рассматривать часами. Равнодушным здесь никто не останется. Посмотрите, какие красивые витые колонны украшают собор. Была открыта центральная дверь, через которую можно было увидеть внутренний интерьер собора. И я этим воспользовалась. Кафедральный собор Ворвието считается шедевром готического искусства. Здесь соединен мраморный декор с мозаикой. И в целом все смотрится очень гармонично, как будто было выполнено все на одном дыхании. Но на самом деле этот собор возводили более трех столетий. Интерьер собора кажется скромным, но это только на первый взгляд. И не только на пилястрах можно рассмотреть страшный суд. В одной из копыл кафедрального собора есть фреско «Страшный суд», над которой работал Лука Синьорелли. Я советую вам не только побывать в капелле и познакомиться с работой мастера, но и купить книгу о соборе с фотографиями. Эти великолепные фрески хочется рассматривать дольше и ближе. В капелле можно рассмотреть фрески «Гибели мира», «Воскрешение плоти», «Проклятые», «Избранные», «Рай», «Ад», «Удивительные фрески». Более подробно об этих фресках я расскажу вам в следующий раз и раскрою тайны, изображенные здесь. Здесь же на площади у кафедрального собора можно купить билет на экскурсию по подземному Орвието и на экскурсию по кафедральному собору. Мы приехали рано утром, и поэтому многие лавки еще закрыты, а пока город просыпается, мы знакомимся с тихими улочками этого прекрасного городка. Самое время сюда приезжать часам к 10 утра. К этому времени будут открыты магазины, лавки, музеи, башни, на которые можно подняться, а до 10 утра здесь царит тишина. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот только-только начали открывать лавки и магазины. На улицу выставляют керамику, которая поражает своей красотой не меньше, чем кафедральный собор Орвието. В этом видео я еще вернусь в магазины с керамикой. А пока пойдемте дальше. Четырехугольная башня Торре-дель-Моро высотой 47 метров находится в самом центре Орвието. Она была построена в начале XIII века в оборонительных целях. Но, впрочем, как и все башни того времени, где бы они ни находились в Риме или в Орвието, на ней был наблюдательный пункт. На Торре-дель-Моро можно подняться. С башни открывается великолепный панорамный вид на город и окрестности. Можно подняться пешком, а можно воспользоваться лифтом. Мы купили билет, цена 2,80 и поднимались пешком, лифт не работал. Удивительная панорама открывается на 360 градусов. Если будете в Орвието, обязательно поднимитесь на башню, не пожалеете. Вид сверху просто завораживает. С высоты можно увидеть большую часть достопримечательностей городка. Вот, например, Народная площадь и Дворец Капитана Народа. Прекрасно виден Кафедральный собор. Главная улица Орвието – Корсакавур. Она проходит прямо по центру города. Прогуливаясь по ней, можно встретить несколько главных достопримечательностей города. Капитана Народная площадь и Дворец Капитана Народная площадка. А это как раз книга, которая раскроет все тайны фресок Кафедрального собора. Советую ее купить. На этой улице находится мастерская Микеланджело, которая не имеет ничего общего со скульптором Микеланджело Буонаротти. Это столярная мастерская. Она сохранилась с 18 века. Она названа именем плотника, который впервые начал обрабатывать еловое дерево. И с тех пор мастерская славится прекрасными изделиями из этого материала. Это не просто игрушки, это настоящие произведения искусства. Сувениры, куклы, фигурки – все сделано качественно и с любовью. Эта лавка очень популярная. Площадь республики, на которой находится Палаццо Коммунали, Церковь апостола Андрея, она считается одной из важных в городе после Кафедрального собора, и 12-гранная башня с узкими окнами и зубцами. Раньше эта башня была колокольней церкви. Субтитры создавал DimaTorzok Мы прошли через арку, и посмотрите, какая здесь красота! Средневековые улочки и дома, построенные из туфа, делают эту часть города очень колоритной. Прогуливаясь по ним, ты невольно забываешь, что живешь в 21 веке. Италия – это удивительная страна. Здесь можно запросто переместиться во времени, и сам этого не заметишь. В районе Кава жили ремесленники, и теперь при археологических раскопках здесь находят остатки печей для обжига керамики. Говорят, что до XIX века в гротах и пещерах, вырезанных в скале, жили люди, обустраивали мастерские, открывали таверни. И до сегодняшнего дня таверни этого района славятся и пользуются большой популярностью. Когда-то это был район бедных, а сейчас люди приходят сюда, чтобы познакомиться с историей, и находят здесь много интересного. Сегодня у меня в программе главные достопримечательности города, но я уже составляю маршрут для более углубленного изучения города. И кто знает, может быть, буду приезжать вместе с туристами из Рима и показывать этот удивительный город. На многочисленных панорамных площадках городка можно любоваться просторами Умбрии. На этой небольшой площади находится ресторанчик прямо в скале. Субтитры подогнал «Симон» Блуждая по причудливому лабиринту узких средневековых улочек, мы пришли к еще одной достопримечательности города – колодцу Кава. История этого колодца уходит далеко в античные времена. Колодец находится снаружи, но вокруг него уже давно настроили дома. Старинные гроты теперь приспособлены под подвалы. Так как городок находится на скале, в любое время здесь была проблема с водой. Во времена айтрусок в колодец собирали дождевую воду и использовали ее для животных и хозяйства. У колодца останавливались путники, поили своих лошадей. Давайте спустимся вниз и посмотрим, какой он внутри, этот колодец. Колодец Кава уходит в туфовую скалу на 36 метров. Это где-то по высоте 12-этажный дом. Вы только представьте, что этот колодец был построен этрусками. И только в XVI веке он был расширен по приказу папы Климента VII, чтобы его можно было использовать для снабжения города водой. В XVII веке колодец был закрыт решеткой. Легенда гласит, что горожане утопили в колодце французских оккупантов. Вновь открыли колодец в конце XX века, но открыли его уже как музей. И сейчас ни один турист не проходит мимо него. Билет стоит всего 3 евро. При этом масса впечатлений гарантирована. Идеально круглый колодец под Седеля Кава. Можно восхищаться обработкой его стен. Кажется, что колодец был сделан с помощью современных машин. Стараниями местных жителей внутри горы появился многоэтажный подземный город. Лабиринт пещеры-туннелей использовался в хозяйственных целях для производства, хранения вина и даже в качестве мастерских. Лабиринт пещеры-туннелей. Выход из колодца Кава ведет во внутренний дворик. Посмотрите, как здесь мило. В конце нашей прогулки мы спустимся в еще один колодец, глубина которого 61 метр, в колодец Святого Патрика. Во время рождественских праздников колодец украшают вертепом, состоящим из тысячи фигур. Можно представить, как здесь будет красиво уже через несколько месяцев. На территории музея есть ресторан. Если вы проголодались, можно перекусить прямо там. Урвиетто – очень необычный и красивый городок. Посмотрите, какие улицы и сказочные дома. КОНЕЦ Трудно не заметить на Народной площади дворец капитана народа. Благородная архитектура XIII века. В XIII веке была учреждена новая политико-религиозная должность капитан народа. Он должен был обеспечивать порядок. Начали строительство этого здания, где потом проходили народные собрания. Сейчас здесь проходят выставки и конференции. В XVII веке верхнюю часть дворца увенчали зубцами. По этой лестнице можно подняться, где с высоты дворца открываются прекрасные виды на улице Урвиетто. КОНЕЦ Башня Дель Моро, на которой мы с вами были. Ее высота 47 метров. Милые, уютные и тихие дворики городка. Детская площадка с прекрасными видами. Дверные ручки в Италии – это что-то особенное. Они такие разные, неповторимые. КОНЕЦ Вот я и вернулась к Лавкам, где продают замечательные керамические изделия. Но, к сожалению, не везде можно было снимать. Но даже из этих маленьких кусочков видео можно понять, какая красивая керамика в Урвиетто. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Строительством колодца занимался Антонио Досангало-младший. Строительство заняло около 10 лет. Спустя некоторое время опасность для Папы Римского миновала, и он вернулся в Рим. Но инженерное чудо решили все-таки достроить. И когда наконец-то достигли воды, Папа Климент VII умер. На сегодняшний день колодец находится в том же состоянии, в котором он и был построен. И все, кто купит билет в кассе, могут спуститься по лестнице вниз. Цена билета – 5 евро. Внутри колодца, прямо над водой, находится мостик, с которого люди набирали воду. На этом колодце есть надпись, которая гласит, что не дала природа, может быть создано руками человека. Сейчас колодец Святого Патрика является главной достопримечательностью города. И каждый турист при визите в Орвието старается его посетить. Патрика является главной достопримечательностью города. У нас было немного времени до электрички, и мы вновь пошли к крепости Альбарнос, которая была построена в XIV веке. В свое время она была неприступной. Вокруг крепости располагался ров, а попасть внутрь можно было только по перекидному мостику. В XVII веке при Папе Клименте VII эта крепость была перестроена и еще раз укреплена. В это же время был построен колодец Святого Патрика. Сейчас на территории крепости расположен городской парк, где можно прогуляться и отдохнуть. А со сторон крепости открываются потрясающие пейзажи. На этом наше знакомство с Орвието заканчивается, и мы возвращаемся в Рим. Мне этот городок очень понравился, и я сюда еще вернусь. Ну а вам, дорогие мои друзья, я советую включить этот городок в список ваших путешествий по Италии. Тех, кто досмотрел это длинное видео до конца, ждет сюрприз. Двум первым, написавшим комментарий «хочу открытку», пришлю открытку с Орвието. Только первым двум. На этом я буду прощаться с вами, дорогие мои друзья. И до новых видео. Да, чуть не забыла, в конце видео будет карта Орвието. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok